привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем проходить игру внутренняя тьма мы находимся в темном месте под хижиной и вора тут мы в придут в конце предыдущей серии пообщались с носом нолдера или лоусом нолдером блин я все время забываю позовут он нам посоветовал уходить отсюда и сейчас нам нужно судя по всему выбираться обратно здесь какой-то пульт что ли непонятно и у меня есть ощущение что я еще не все далеко не все осмотрел допустим я не было вот здесь я почему-то сразу прошел напрямки так винтовки старые винтовки зачем им они я так понимаю под напряжением этот вот так хорошо так и что мы имеем здесь в этом ящике здесь только солома но через решетку можно пустить электричество видимо здесь содержали кого-то важного или опасного понятно может как раз нолдера так хорошо пойдете в другую сторону подожди а чё там было ничего отлично а тут у нас что такое помещение вообще по ощущениям какие-то просто древние подсвечник у попа кто-то такой я мир трясется друг трясется трясется ты говоришь о землетрясении землетрясение землетрясение что это за место что это за место здесь есть путь голубийный я видел его клянусь я видел его и слышал звуки он ослепленный что ли ты здесь плену ты здесь плену ты пришел из глубин из этой проклятой темноты нет я пришел снаружи о каких глубинах ты говоришь глубины древо земли адово чем этот человек сумасшедший кто он что здесь делает он мне не поможет ну а тебе его соответственно выпускать тоже не нужно да вообще конечно если ты блин коп детектив то тебе нужно выбираться отсюда и вызывать подкрепление я правильно думаю нет потому что тут уже очевидно какая-то чертовщина внутри темно окей хорошо это может пригодиться латна что за роба здесь какие-то бумаги записки это записи мистера филда значит это его куртка так записки понятно надо быстро сохраниться это четвертая часть я так понимаю да так эм сохранить игру сохранить ее вот сюда окей так теперь давайте попробуем почитать что же это говорит нам ветер нигра изменения теперь как выглядит и ведет себя ивар он побледнел стал неразговорчив с каждым днем выглядит все хуже и хуже Первый раз я обратил на это внимание недели две назад, когда он ночью постучался ко мне в дверь. Была гроза, он весь промок, но словно бы не обращал на это внимания. Когда я пригласил его войти, он некоторое время колебался, а затем быстро прошел внутрь. Его руки так дрожали, что я подумал, что у него нервный срыв. Этой ночью он был мучлив, а когда все же заговорил, то казалось, что он выдавливает из себя слова силой. Его глаза налились кровью, а сам он весь взмок. Я предложил ему остаться, сказав, что в моем доме он может переждать бурю, и он с радостью согласился. Когда за три дня до этого он заходил ко мне, он выглядел нормально, а на этот раз я заметил, что он почти не слушает меня. Он сдрагивал от каждого раската грома. Это было не просто испугать неожиданного звука. Каждый раз, когда раздавался громкий шум, я видел, как его охватывает страх, и он начинает беспомощно оглядываться по сторонам. Когда я спросил его, что с ним происходит, он ответил, что просто устал. Но я ясно видел, что он на грани срыва. Больше я от него ничего не добился. 23.08. Не знаю, как это описать, но в последнее время происходят какие-то странные события, которые заставили меня с подозрением присмотреться к себе. Я заметил, что по ночам я слышу неясные крики, разговоры, смех и звук грызущих зубов, которые доносятся из глубин этого проклятого колодца под моим домом. Сначала эти звуки были слишком тихими, и я не мог различить их, думая, что в колодце шумят какие-то животные, возможно, крысы. Они могли попасть в колодец через проходы, и это объяснило бы грызущие звуки, которые я слышал. Да, я был уверен, что это крыса. Да и кому еще, кроме крыс, водиться в этих местах? Но когда звуки стали яснее, я четко услышал человеческие голоса, до меня доносились разговоры, отвратительный злобный смех, идущий, словно из самого центра Земли, и многие другие звуки, которые я не могу описать, будившие меня в ночи. Доносящиеся издалека кошмарные звуки грызущих зубов также стали отчетливее, словно тысячи отвратительных созданий вгрызаются в глубины Земли, с каждым разом все ближе подбираясь к поверхности. Иногда я понимаю, что, задержав дыхание, замер в ночной тишине, вслушиваясь загадочные звуки и беседующие голоса. А кроме того, дом начал дрожать, значительно сильнее, чем это бывало раньше. Я слышу, как от этого дрожания трещат доски. Если бы не эти проклятые звуки из-под земли, ни смеха, ни грызущие зубы, я бы подумал, что это дрожание вызвано слабыми землетрясениями, ведь Велсмот находится в зоне сейсмической активности. Но теперь я не уверен даже в том, что землетрясения здесь имеют естественные причины. Кто знает, что скрывается в чреве земли, трясущейся от отвращения. Да уж, дружище. Это все не очень хорошо. Больше тут, я понимаю, ничего нет. В кармане есть ключ. Отлично. Этот ключ... Больше отсюда забирать нечего. Этот ключ у нас... У нас много, куда его можно применить, попробовать. Хорошо, что мы его нашли. Как видите, тут нужно быть внимательным к деталям. То есть я в легкую могу второй раз не нажать на этой сумке. И в итоге пропустил бы ключ. И застрял бы. Так, ты больше мне ничего не скажешь. Безглазый ты наш. Он сошел с ума. С ним нет смысла разговаривать. Эки ты, брезгливый. Так, ладно, поставил обратно. Все, выходим. Дверь заперта. От нють. Увы. О-па-па. Это же сюда идут. О, нет. Какие-то люди спускаются сюда. Что мне делать? Нужно спрятаться. Да блин, дайте мне управление. Назад бежать нужно. В ту коробку. О, уже тени. Дайте управление мне в руки, пожалуйста. Быстрее. Ой-ой-ой-ой. Так, до свидания. Подходят. Че-то я остановился. Странные какие-то люди. Думаю, они ушли. Мне нужно как можно быстрее выбираться. Подожди, у нас там еще... О-па-па. Аккуратно. Так, ладно. Лучше просто уходить. Да, эти управление уже. Валим. Валим. Мне нужно убираться отсюда. Валим. Ух, неужто ушли. Фу. Я-то, блин, от квеста с статичными картинками получил адреналину. Как я не знаю, чего. Офигеть. Ну, это было не самые умные, короче, идеи. Но, тем не менее, чего-то мы добились. Поговорили с Нолдером. Получили информацию по этому делу. Вообще, мне сейчас нужно бы в полицию позвонить. Чтобы они приехали, да разобрались с этим домом. Но наш герой, конечно, до всего докопается сам. Глупо, но в традициях жанра. What time is it now? Так, и пробовал я там чуть больше часа. Все, похоже, спать пора, да? Может, мне Артуру позвонить на самом деле? А, он же уехал куда-то. Понятно. Ладно, давайте спать. И опять же, сейчас что-то нехорошее приснится. Так, ну и что у нас теперь? Затмение, очевидно, или что? О, это вообще... Что это такое? Снег идет. Холодно. Я замерзаю. Здесь очень холодно. Снаружи ужасно холодно. Так, что это я взял? Кусок камня. На нем какие-то знаки. Угу. Ну, допустим. Больше таких кусков тут нигде нет. Потому что, сдается мне, что это как составная часть. Вон еще лежит. Так, уже три части. Вон четвертая. Так, похоже, больше нет. Я не вижу, по крайней мере. Подожди, а это... А, мне показалось, что это в форме фамильного герба. Нашего главного героя семейства. Выложена. Так, одна тут. И одна тут. Где-то лежала. А вот она. Так, ладно. Ну, а это что? Что это за штука? Похоже на музыкальный инструмент. Духовой какой-то, да? Напоминает диджериду. Духовой инструмент аборигенов Австралии. Сюда дуть. Похоже, что эта вещь очень древняя. Эти дырки используются, чтобы производить звук. Ну, ладно. Этот звук, он жутковатый. От него у меня мурашки по коже. Так, четыре отверстия. И пять кусков камня. Которые сюда не применяются почему-то. Так, давайте попробуем. Два, три, один, два, один, два. Так, подожди. Один, два, три, четыре. Как там у нас? Два, три, один, два. Один, два, четыре. Два, три, один, два. Один, два, четыре, по-моему, да? Один, два, три, один, два. Один, два, один, четыре. Три. Один. Два. Один. Два. А дальше я не помню. Один, четыре. Понятно. Ну и все. Да, все верно было. Только землетрясений нам не хватало. Дайте мне выбраться отсюда. Это был странный сон. Надо отметить. Я так устал. Что со мной делают эти кошмары? Или я скажу с ума? Я чувствую себя слабым, словно из меня вытянули все жизненные силы. Да уж, Говард, что-то с тобой вообще непонятное творится. Я все еще чувствую себя усталым. Сколько я проспал? Что? Сегодня 13 ноября. Три дня проспал, офигеть. А спать я лег, десятого. Три дня проспал. Что со мной происходит? Я стал лунатиком. Потери трех дней. Нормально-то так всхрапнуть, Говард. Что нам за три дня кто-нибудь звонил? Никто. Никому ты не нужен, Говард. Forever, ты и лон. Я не хочу. Так, что дальше? Какие наши действия? Мы оставляли лекарства. Кстати, новое принять-то не нужно. Не думаю, что нужно. Давайте просто пытаться выходить. Интересно, что там с результатами исследования? Надо спросить Артура. Давай. Привет, Артур. А, привет, Говард. Как дела? Бывало и получше. Слушай, хотел узнать, что там с этим веществом, которое я оставил в кабинете. А, понял. Мне только что отдали отчет. Сейчас, секунду. А, нашел. Это какое-то лекарство, вернее, натуральный препарат, который смешали с галлюциногенным веществом. О-па-па. В отчете говорится, что это необычный галлюциноген, и здесь потребуется дополнительный анализ. Хорошо, я понял. Этого достаточно. Спасибо, Артур. Не за что. Удачи. И тебе. Увидимся. Вот это поворот, да? Галлюциноген. Причем необычный какой-то. А, это диалоги. Нет, это нам не нужно. Так, ну, может, хоть после всего этого ты захочешь уже взять пистолет у себя из кладовки. Тебя же чуть не убили. В последней серии. Не один раз даже убили, по-моему. Возьми пистолет, Говард. Говард, возьми пистолет. Да вот, тот самый всякий случай. И почему он говорит, что в ванной комнате? Ну, ладно. Так, ну и что мне делать? Я думаю, выяснять мы это будем, наверное, в следующей серии. Но сейчас пока прекратим. Я не знаю, сколько эта серия шла по времени. Но я думаю, в пределах разумного. В следующей серии, я думаю, мы опять пойдем в дом Ивара, потому что мы еще там не закончили. У нас куча вещей оттуда. Непонятные ключики. Растворитель. Растворителя у нас, по-моему, нет. Куда он подевался-то? Ну, как бы там ни было предметов кучи. И я думаю, нам нужно разобраться с тем, что там вообще происходит. Но все это будет в следующей серии. Надеюсь, вам интересно так же, как и мне. Потому что история просто очень книжная. Неторопливая, но при этом захватывающая. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»